Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Камиль Гимаздинов. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости о жизни университета. Итак, сегодня в выпуске. Министр науки и высшего образования Российской Федерации продолжает обсуждать с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентноспособности вузов. О том, какие вопросы поднимались во время последнего совещания, узнаете в следующем сюжете. 19 июня в режиме онлайн-конференции состоялось совещание ректоров российских вузов с министром науки и высшего образования России Валерием Фольковым. В нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Во время совещания Валерий Фольков обсудил с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентноспособности вузов. При отборе отборных университетов программу по существу надо представить программу развития и достойно ее защитить и показать потенциал, заделы и качество партнерства. В этом случае абсолютно даже на входе не учитывается и не принимают, не будут приниматься во внимание, в том числе и позиции в международных рейтингах. Но международные рейтинги или представленность в международных рейтингах, она сидит внутри ключевых показателей результативности, предлагается опорно университета также оценивать. В рамках онлайн-конференции обсуждались ключевые показатели результативности, структура программы и критерии отбора в программу стратегического академического лидерства. Валерий Фольков отметил, что ресурсная поддержка и статус для национальных исследовательских и опорных университетов будут иметь одинаковый характер. Эльвира Зорина, Ленарда Влетьяров, Фариза Хитаглы, Универньюс. В музее лаборатории Завойского Казанского федерального университета прошли съемки для программы «Невероятные интересные истории» телеканала РЕН-ТВ. Эта локация в КФУ выбрана не случайно. В комнате номер 246 главного здания университета в 1944 году Евгений Константинович Забойский впервые в мире наблюдал сигналы магнитного спинового резонанса. Сюжет планируют показать на федеральном канале в августе этого года. Съемки программы продолжатся в других популярных местах республики. Татарстану будет посвящен целый цикл передач. А теперь к другим новостям. 19 июня состоялся прямой эфир по вопросам приемной кампании КФУ этого года. Об ее особенностях рассказал ответственный секретарь приемной комиссии университета Олег Бодров. О приеме в Казанский федеральный университет в 2020 году в прямом эфире телеканала «УнивертВ» поговорили директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский и ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Они обсудили дистанционные вступительные испытания, электронную подачу документов и, конечно, сроки приемной кампании. Приемная кампания в КФУ стартует завтра, 20 июня, с 8 утра. И особенность ее заключается в том, что она пройдет полностью в дистанционном формате. То есть битуриенты смогут подавать свои документы и заявления о приеме, зарегистрировавшись у нас на сайте в КФУ. После регистрации у них формируется личный кабинет, через который они смогут подавать дистанционно-электронные копии своих документов. Вступительные испытания в этом году пройдут позже. Они перенесены на август. Это связано с тем, что сейчас, подавая документы в КФУ, абитуриенты не имеют на руках результатов ЕГЭ. Экзамены, которые они будут сдавать, они выбирали еще зимой. Следовательно, они уже определились с направлениями, куда они хотят поступать. Таким образом, они могут подать сейчас заявление на те направления, в соответствии с которыми у них выбраны предметы сдачи единого государственного экзамена. А по закону Российской Федерации они могут подать в пять вузов на три направления в каждой. Я думаю, что они воспользуются этим правом. При этом перечень документов, которые необходимо сдать для поступления, не изменился. Прежде всего, это электронная копия паспорта, электронная копия документа о среднем образовании, если он поступает на программу Бакомавриата или специалитета, приложение к нему. Ну и если речь идет о льготных основаниях, документы, подтверждающие право на льготу, там, ид валидность или, скажем, он какие-то имеет индивидуальные достижения, призер или победитель соответствующего уровня Олимпиады, он должен будет в электронном форме прикрепить в своем личном кабинете документы, подтверждающие его статус. Особенно популярным оказался вопрос о том, начнется ли учебный год с первого сентября. Секретарь приемной комиссии подтвердил, что эта дата не будет сдвинута, потому что к концу августа все студенты уже будут зачислены в университет. Весь бюджетный прием мы завершим 26 числа. 31 августа будет зачисление бюджетников на заочную форму обучения, 31 августа я имею в виду, на заочную форму обучения Бакомавриат и магистратуру, как очную, так и заочную. Это на бюджет. А также 31 числа выйдет контрактный приказ на зачисление на контрактную форму обучения. Трансляция стрима прошла на нескольких онлайн-площадках. Запись программы доступна на сайте телеканала Универ-ТВ и нашем Ютуб-канале. Повтор стрима смотрите в субботу на телеканале Универ-ТВ. Камиль Гемоздинов, Универ-Ньюс. Тем временем в информационном агентстве Татаринформ прошла пресс-конференция о подготовке к приемной кампании в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Все подробности далее. В Казанском федеральном университете ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема абитурентов. Растет не только число платных мест, но и бюджетных. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве Татаринформ заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радив Замалединов. В прошлом году у нас было 365 бюджетных мест, в этом году 375. Более того, в наш институт осуществляется прием абитурентов по заказу Республики Татарстан. В этом году 150 мест предусмотрено по республиканской программе. Соответственно, мы уверенно можем сказать, что в наш институт в этом году имеется 525 бюджетных мест. Вступительные экзамены для абитурентов пройдут в привычном уже для всех онлайн формате. Приятно удивит и цена за обучение для тех, кто поступает на первый курс бакалавриата. Те, кто поступает в этом году, будущие студенты первого курса, они за свое обучение оплатят в тех же размерах, которые были в 2019 году. То есть ни на копейку стоимость обучения не увеличена. Что касается студентов старших курсов, на процент инфляции стоимость их обучения будет увеличена. Пока неизвестно, как начнется учебный год, но Казанский федеральный университет готов как к дистанционному, так и традиционному формату обучения. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Между Китаем и Индией произошел вооруженный пограничный конфликт. Индийцы разгневаны и предупреждают, что отношения с Китаем не вернутся в нормальное русло. Подробности смотрите в следующем сюжете. События в Гималаях грозят перерасти в большую войну. Там прошли столкновения идийских и китайских солдат. Индийцы разгневаны и предупреждают, что отношения с Китаем не вернутся в нормальное русло. Граница между двумя самыми большими по численности населения странами мира, к тому же ядерными державами, была источником напряженности в течение десятилетий. В прошлом вспышки удавалось гасить благодаря тому, что стороны отводили свои воинские подразделения назад, а дипломаты улаживали конфликты на своем уровне. Но сейчас Кашмир может стать новой горячей точкой планеты. Речь идет действительно о высокогорном районе, в Гималаях. Данная территория справляется Китаем. Вот уже достаточно долгое время, после Второй мировой войны, решение было вынесено. Но Индия считает, что это решение несправедливо со старической точки зрения. Ну вот буквально неделю назад, может быть, на наших глазах, ситуация неожиданно резко обострилась. Вот. Индия обвинила китайские власти в оккупации территории в приграничном штате Джаму и Кашмир. Вот. И вот в итоге произошла вот эта военная эскалация напряженности. У Индии споры о границе есть не только с Китаем, но и с Пакистаном. Пекин называет Исламабад своим всепогодным союзником. Щедро снабжает оружием, предоставляет экономическую помощь и инвестиции. Возможно, далеко не случайно в момент вспышки на китайско-индийской границе Пакистан счел нужным напомнить Индии о своих претензиях. На территорию претендует сразу три государства. Это приграничная территория для трех государств. Это Китайская народная республика, это Индия и это Пакистан. Вот. Но основные два участника противоречия, исторически сложившихся, это за эту территорию, это Индия и Китай. Но поскольку Пакистан тоже, еще раз говорю, имеет влияние в этой зоне, и он традиционно исторически противник Индии долгие десятилетия, ну, соответственно, он, естественно, в эту ситуацию нашел. У Китая и Индии сильные лидеры. Вопрос в том, не выходят ли военные или чиновники на местном уровне из-под контроля. Это создает дополнительный рест конфликта. Лилия Баталова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok